Итак, всем привет! С вами Селена Свеи. Сейчас вторая часть ответа на ваши вопросы, видео по запросу. Моя любимая рубрика. Итак, продолжим. Чьи вопросы в первой части я не озвучила, я их озвучу сейчас. А если я их вообще не озвучу, значит, я на них снимаю вообще отдельное видео. Итак, следующий вопрос задала Рита. Значит, у меня к тебе два вопроса. Первое, это расскажи, как ты познакомилась со своим любимым вашу love story. И второй вопрос какой-то непонятный немножко. Как ты его начала снимать видео? Как ты его начала снимать? Я сразу подумала, как ты его начала своего парня снимать. Но я его не снимаю. Наверное, имеется в виду, что как ты вообще начала снимать видео, и как пришла к этому. И как идея, как решилась, что сподвигла. Итак, первое, рассказываю свой love story. Моя love story очень интересная. Не все подробности я могу рассказать. Но, в общем, я скажу, что мы познакомились через знакомых. То есть моя подруга общалась с его каким-то другом. Потом вот так все познакомилось. Я поздравила человека просто по телефону. Меня попросили, можешь поздравить там парня с днем рождения. Я говорю, да пожалуйста, вот поздравили с днем рождения. Поздравила. Мы сошлись на том, что мы вместе просто поем. Он тоже пишет песни, читает рэп. Ему это очень нравится. Ну и я пишу. Я творческих людей всех люблю, кто что-то создает. И мы начали создавать вместе. Вот где-то неделю мы общались, начали создавать вместе. Он звонил мне каждый день. Мы на расстоянии, в разных городах. Я в Москве, он в Питере. И как-то вот так вот общались. И потом в итоге выяснилось, что у нас, видимо, чувства друг к другу. Я сначала не хотела, отпиралась. Потому что мне парень был в принципе и не нужен. У меня все было хорошо. У самой, без парня. Вот. И ну он такой завоеватель. То есть он поставил себе цель. Я ему понравилась. И он решил сделать все. Хотя я девушка была такая, как бы не простая, можно сказать. Да, мне не просто было вот так вот взять. Как бы взять просто так и в отношения. Потому что я отношений никак-то не хотела. Мне нужен был, в общем, меркантильная сучка, как он меня назвал. То есть, ну, всему все было обосновано. Все было оговорено. Он понимал мою позицию. Я понимала его позицию. И человек просто для того, чтобы быть со мной, он положил на это все силы для того, чтобы меня завоевать. То есть он дарил мне цветы на расстоянии, присылал огромные букеты роз. Он писал мне песню. Потом мы увиделись с ним, да. То есть он взял мне дорогие подарки. В общем, я не буду перечислять, что конкретно. Но, в общем, мою меркантильную душу он завоевал. Для того, чтобы... То есть у меня был такой период, что для того, чтобы мне посмотреть человеку в душу, да, он должен был пройти вот этот вот материальный барьер, да. Ему это очень не нравилось, конечно, но он задался целью это сделать. Но дело в том, что... С чем это связано, коротко отвечу, потому что до этого были у меня такие, ну, как бы, парни простые, из простых семей, зарплата там 20-30 тысяч в месяц, да, заработки. И, как бы, все не получалось. А я понимала, что я, как бы, не знаю, достойна большего, что ли. Я хочу красиво жить. Я хочу, чтобы мой мужчина хорошо зарабатывал. Как минимум, чтобы у него были амбиции. Потому что если у человека есть амбиции, заработать много. Мой мужчина, он тоже любит там дорогие машины. То есть делать подарки, бриллианты. Ну, то есть все вот это вот он любит. И потому он не сможет без этого. Он не сможет просто сидеть дома и зарабатывать 30 тысяч в месяц. Это для него будет не жизнь, а существование. И вот в этом я нашла правильного человека. Дала ему стимул, грубо говоря, да, своей позицией. И все. И теперь на самом деле не важно, есть у него деньги или нет. Я его люблю. И мы уже будем вместе покорять. Я просто знаю, что это за человек. Я знаю, что если он что-то захочет, он сделает все и свернет горы. Это такой человек. Ну и много других качеств, благодаря вот этому вот материальному, он дал возможность мне открыть. Вот такая вот у нас ловстори. Познакомились на расстоянии, да, и как бы вот так вот мы встречаемся, живем. Что касается видео, как сподвигло. Ну, вообще у меня друг, когда я жила в Москве, он у меня все время пытался заработать в интернете, да. И он делал летсплей, снимал видео. То есть тоже у него потихонечку, потихонечку шло. Я с ним была еще, когда только у него начинали быть подписчики. Мы как бы жили в одной квартире, снимали в Москве одну квартиру с друзьями. То есть вот он там был, еще у меня подруга была. И мы все время какой-то бизнес мутили, все время что-то делали, все время искали, как можно было бы легко и интересно заработать. Но ничего не получалось, потому что первая цель была у нас деньги. Вот. Я уже опустила руки, уже думаю, ну, наверное, вот, нельзя мне работать, в общем, не должна работать. Но блоги всегда как бы была какая-то интересная тема, такая ютубовская, да. Вот как бы что, как я мало об этом знала. Ну, что-то было интересно, но не вдавалось в подробности. И когда просто возможность появилась, вообще ничего не делай, да, то есть нужно искать, чем бы ты хотела заниматься. Я тогда начала, думаю, а что бы вот как бы, а что бы я могла рассказать людям, да. О чем бы я могла бы снимать вообще, чтобы был мой канал. Не знаю, я всегда считала, что мое хобби, моя работа должна соприкосноваться, с моей внешностью, с моей манерой разговора, там, да, и вообще, ну, то есть я умею говорить и умею хорошо выглядеть, в принципе. И, то есть мне нужно что-то говорить, показывать, показывать и говорить, да. И я хотела, чтобы с этим было что-то связано. Соответственно, я подумала, о чем я могу рассказать и просто поделиться даже, да, то есть не из того момента, что заработать деньги, то есть деньги есть, там, да, грубо говоря, и цель не заработать, а цель просто найти себя, о своем хобби, помимо того, что я пою, да. И я думаю, а вот расскажу я, вот, допустим, для начала, вот мой мой первый курс, это курс термологии, потому что я всю жизнь положила на то, чтобы в жизни было так, как ты хочешь, чтобы ты не тушевалась перед парнями, чтобы, в общем, ты была королева, парни все вот были у твоих ног, как бы, ты чувствовала все, всегда себя в позиции, как бы, да. И я чувствую это, и мне захотелось это передать другим. Соответственно, я сделала такой курс. Вот с него все началось. В итоге, что я могу рассказать еще о красоте, плавно все перешло в красоту, и вот у меня теперь пою, рассказываю о красоте, и даю советы. И все это развивается только благодаря вам, потому что вы говорите спасибо, что вам это нужно, что вам это полезно, я все это делаю для вас. Вот. Так. А камеры я никогда не боялась, в принципе, потому что фото, съемки, видео, съемки, всегда это были в моей жизни, да. Внешности я своей не стесняюсь, говорить умею. В общем, как-то все само собой. Были люди такие вокруг, которые этим занимались, то есть все не спонтанно. У них уже все начало получаться, и я думаю, ай, попробую. Следующий вопрос от Элли. Здравствуйте, спасибо большое за то, что ты делаешь, за твои видео. Вот, пожалуйста. Уже давно думала о том, чтобы задать тебе следующий вопрос. Поскольку так или иначе ты связана с психологией, как ты относишься к ЛГБТ, сообществам, и, собственно, к их представителям? Считаешь ли ты, что эти люди больны, или же, по твоему мнению, это нормально? Очень хотелось бы услышать твое мнение. Спасибо. Аббревиатура эта расшифровывается, как у, ну, как я понимаю, лесбиянки, геи, бессексуалы, там, транс, транс, и так далее, да. Я просто никогда не сталкивалась, если честно, с этой аббревиатурой. Но я сталкивалась с представителями этой аббревиатуры. И да, в Москве у меня были, вообще первые мои знакомые были, это вообще геи, познакомились там в гей-клубах каких-то. Я всегда лояльно отношусь к этим вещам, я нормально и ровно отношусь к каким-то сообществам, любым, лишь бы они не приносили и не причиняли вреда другим людям, не мешали им жить. То есть, если это находится внутри двух людей или внутри какой-то компании, внутри города, это их личное дело. Я считаю, что это не нужно, ну, например, грубо говоря, делать с гей-парадой. То есть, не нужно делать из этого какой-то, мы такие необычные, да, мы вот тут вот, ну, как бы на показ, да, потому что, если это действительно личное, если это не показуха, а два человека просто одного пола, допустим, полюбили друг друга, возьмем такой пример, да, и они идут и афишируют все это. Мы лесбиянки, мы там, вот, присоединяйтесь к нам. Но это все равно, что я возьму своего парня за руку и пойду и говорить, а мы гетеросексуалы, мы вот парень с девушкой, присоединяйтесь к нам. Никто же этого не делает, да, и поэтому как-то странно получается, если у нас вот эти вот гей-парады, какая-то показуха, как мне кажется. Я отношусь к этому нормально, если это действительно любовь, если это отношения, там, ну, с кем не бывает, связи бывают разные. Я верю в перерождение, что перерождаться могут люди, как бы в другие тела и потом встречаться от того, что у них есть какая-то связь и могут возникать разные чувства. Вот. То же самое, что касается и транссексуалов всяких. То есть я не люблю просто пошлятины какой-то, да, показухи, нарочитости, то есть. А если это действительно какие-то душевные моменты, которые тянут там и так далее, и люди не хотят, допустим, например, вот я девушка, захотела быть мужчиной, да, если я считаю, что это нормально, да, для меня лично, и никому плохо я не делаю, я пойду и сделаю себе операцию. Это мое личное решение вообще. Я считаю, что я не вправе вообще не судить никак таких людей. Вот так я отношусь к этому ко всему. Лояльно. Следующий вопрос от Александры. Считаешь ли ты, что если девушка действительно любит парня, то она сможет ему простить абсолютно всё? Смогли бы вы простить измену? Я считаю, что если девушка по-настоящему любит, это такие вот фразы, я бы нет, я не прощаю измен, и даже не то, что я не могу её простить, я не хочу её прощать, измену эту. Зачем, зачем её прощать? Человек изменил, значит, ему интересно уже что-то другое, мне неинтересно. Я в позиции, я в позиции всегда, то есть самое лучшее, самое замечательное, это другие должны изменять со мной, с такой классной. Должны быть недовольны тем, что у них есть, и стремиться ко мне, к звезде. То есть вот такая скорее позиция, нежели чтобы мой мужчина уходил куда-то в другую сторону. Поэтому вторые роли, вторые планы, и если мой мужчина мной не удовлетворён, такие отношения меня никак не устраивают. Здесь даже не то, что простила, я прощаю, конечно, я понимаю, почему всё это происходит, почему люди уходят там и так далее, изменяют по каким-то причинам, может быть, что-то где-то кто-то не углядел, да. Мы все от этого не застрахованы, мы не такие супер-супер-пупер люди, такие машины, да. То есть мы где-то можем упустить, я могу какой-то момент упустить. Но я могу простить, но вряд ли, наверное, захочу быть с этим человеком. Понимаете? Я захочу быть с новым человеком. Может, я какие-то ошибки свои исправлю в новых отношениях, да. И, может быть, мой человек новый не сделает мне больно, и у него там хватит сил, или не знаю, или вообще не будет желания сходить налево, например. А что касается женщины, которая по-настоящему любит, прощает всё, я вообще вот с этой вот, у меня какой-то диссонанс внутри в голове возникает, когда по-настоящему любит, прощает всё. Нет. Я считаю, что это не называется по-настоящему любит. прощает всё. Это женщины балуют мужчину своего. Балуют. Из-за этого он делает какие-то вещи, которые потом, может быть, ей приходится прощать. В общем, не стоит делать, нужно ставить ограничения, ставить рамки в отношениях, сразу говорить, что где, если человек тобой дорожит, он никогда ничего не сделает. А если женщина всё прощает, то либо ей наплевать просто, либо она просто себя не любит, и поэтому думает, что она недостойна более счастливой жизни и верного мужа, и потому терпит. Я вообще не понимаю, зачем это делать. Это мало кому нравится. Либо это нравится. Тут уже ничего не попишешь. Если нравится, то нравится. В общем, вот какие-то такие вещи. Не верю я в такую любовь. Это не любовь. Это болезнь какая-то такая. В общем, вот такой мой ответ на вопрос. Итак, с вами была Селена Свея. Я ответила на все вопросы. Остальные вопросы я сниму по ним, а отдельное видео. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, кто в первый раз, задавайте вопросы в комментариях. Я отвечу, сниму отдельное видео, кому что нужно. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока.